Привет, зритель! Пришел я тут с турников и магазина и сегодня освоял совершенно случайно 50 раз. Ну да, я считаю эти упражнения той фигни, которую мне на 21 уже хочется откинуться во всех смыслах физически. Внезапно что-то вот так офигелось на саму себя. Короче, в общем, была я в магните. Увидела я там дофига зрелую хурму. Поэтому платила я наличкой, потому что мне сообщили, что там у них компьютеры зависли в том плане платить картой. Я взяла всё, что было в наличии, взяла с собой. Купила хурму. Да-да, у меня есть там ещё две хурмы. Ой, блин, мне на это да-да. Я вспоминаю тот ролик с лицом на весь экран, ничего не выражающим, обозревающим туалетную бумагу. Да-да, чего-то там сразу рушать хочется. Короче говоря, ещё таким монотонным, печальным, наверное, голосом, мне так кажется. Да-да, у меня есть две хурмы, которые купила в пятёрке, они ещё в морозилке, в смысле в холодильнике, лежат на дверце. А вот эта, она такая мяконькая, зреленькая. Я поняла, что она хочет, чтобы я её купила. Я её купила. В общем, хурма. Что-то она чуть подороже на несколько рублей, чем была. Может быть, это другая хурма. У меня закончился карри, я подумала, ну чё, этот карри, денег всё равно нет, буду класть перчик молотый. А потом думаю, я же не ем этот перчик молотый. И давно уже поняла в этой квартире, что если мне чего-то нравится, то и даже нет при этом особо денег, лучше это купить и сидеть совсем без денег. Зато будет как-то вот, ну, как там это, правильно расставлять приоритеты. Как-то уютно. Не знаю, короче, сейчас как объяснить. Вот полчаса назад ещё было это слово в голове, а сейчас уехала куда-то. У меня тут кот с права по борту, но... Вот, клад. Поймался. Короче, купила я карри. Последний раз я покупала карри, может, ну, года полтора назад, по-моему, вообще в Высшей Риге. Тут у нас комисс 29 с копееками, грубо говоря, 30 рублей приправа карри без добавления глутамата, натрия, без ГМО вкусный результат. Вообще, вот я не вижу, ни разу не видела карри с добавлением глутамата, натрия или ГМО. Не знаю, на кой хрен тут это написали. Ну, удивительно, у меня тот карри был без соли, а тут у нас уже тут соль в составе. Вообще, я помню, как-то видела этот пакетик, думаю, ну, как-нибудь возьму, куплю там ещё какой-то на... То ли на таком пакетике, то ли на похожем был какой-то рецепт, что что-то с чем-то смешай карри, и будет очень вкусно. Но вот стояла, втыкала на него... А, во, нашла! Втыкала на него прилавка, не могла заметить. А сейчас нашла. Так, добавьте прикраву карри в несладкий йогурт, сметану или майонез. На одну вторую... Одну вторую половинку или целую чайную ложку на 250 миллилитров. И подавайте, как соус, к вашим блюдам, особенно к свежим и обжаренным овощам. Блюдам в кляре и мясным блюдам. Блюдам. Вот мясное блюдо я вчера захомячила всё. Но у меня там ещё есть мясо, можно потом как-нибудь своя чуть-подобная. Короче, я думаю, несладкий йогурт это тот же кефир. Я как раз кефир купила, можно заваять. Чисто так вот, интересно ради посмотреть, попробовать вкусно. В общем, вот такой я купила карри в итоге себе. Потому что я как-то думала, у меня не было бабла. Я думаю, о чём мне эта лапша рязанская, казанская точнее. Я могу, может, себе сама сваять эту лапшу. Но у меня всё, пока руки не доходят эту лапшу сваять. Даже тупо макароны, чтобы были. Макароны, к тому же, у меня про запас. А лапша мне, ну, очень нравится. Вот когда руки дойдут сваять, и оно получится именно так, вот как я предполагаю, то тогда я не буду ту лапшу покупать. А пока она у меня слежит. И, в общем, я поняла, что есть какие-то определённые продукты, без которых мне как бы никак, как-то некомфортно, как чего-то не хватает. Это вот кофе буси, да, любой вот этот вообще этот растворимый розовый, там какой угодно. Ну, одно время меня пёрло на розовый, но вот что-то последний раз, вот, потом меня на кода пёрло. Вот сейчас оригинал вчера заваривала, нормально так, короче. В общем, видимо, под настроение этот кофе буси, да, так же, как аниме. Или там ещё, или чай, или ещё типа того. Ой, пардон, опять зеваю. Короче, вот карри тоже. Входит в список тех вещей, которые надо, чтобы они были как бы постоянно. Если закончилось, то покупаешь. Потому что как-то, ну, а что-то другое покупать, ну, мне вот нравится рис с карри, ещё яйцом его обдолбать давно не делала. Картошку с карри, куда её только не кладу. Как раньше мне пёрла на укроп, укроп я добавляла во всё, кроме каши. Везде. Ну, в принципе, можно заваривать укроп, чтобы ваших детей в мелком возрасте не пучило, да и вас самих. Вот что-то вспомнила. К слову. Короче, в общем, купила я себе карри. Так, а, это кошелёк. Это вот чек. У меня всё вышло на 133 рубля. В общем, если бы я платила карты, у меня бы было 133 рубля и 3 копейки. Чё тут у нас? Хлеб 12.90, молоко 34.90, которое последний раз было 37.90. Почему, в чём разница, не знаю. Причём они оба раза идут, типа, как по скидке. Карри 29.90. Кефир сметанин 38 рублей 90 копеек. Хурма 91.30 рублей за килограмм. У меня она вышла на 180 грамм. 16 рублей 43 копейки. В общем, вот такой чек. Надеюсь, там видно. Потом я вам это... Сейчас вот после этого обозру всё, что там было. Уже просто покажу это. Кефир я купила, я как-то купила кефир, вот на половине кефира, на части кефира. Я вчера сваяла тортик, который у меня... До того, как я его промазала кремом сливочным со сгушонкой, с варёной сгушонкой взбитым, он был похож на бисквит. Когда промазала, отправила... Ай, блин. На балкон вот стал похож на чизкейк. По вкусу и по виду как-то. Ещё на чё-то такое интересное похоже. И раньше ещё при дедушке такое продавали. В ванночках таких, типа, как шоколадный крем. Похоже, вроде как и крем, при этом, как и тестичка. Я покупала, мне очень нравилось. Не знаю, как называется. Ну, может, не то, чтобы не знаю, не помню. В общем, хлебушек. Он тут запотел. Последний брала. Я ещё думала, ну, какой-нибудь бы хлебушек. И чё-то беру хлебушки, которые вроде как свеженькие, беленькие, вкусненькие. Ну, в смысле, мяконькие. Не обязательно беленькие. А состав у него какой-то никакой. А в смысле, там какая-то хлеб. А тут у нас хлебушек. Хлеб-завод номер один, Ярославль. Хлеб украинский новый, формовой, в упаковке. Состав мука ржаная, бирная. Так я поняла, чё можно приготовить из муки ржаной и обдирной, которую я тут на днях видела, но не купила. Потом куплю. В общем, посмотрю вообще список муки, которые мне хочется. И буду или на озоне заказывать частично, или ходить по магазинам, смотреть, чё где есть. Если не найду того, что мне надо, закажу на озоне. Ну, в общем, буду покупать. Хочу перед Новым годом запустить мухой. До Нового года чуть меньше месяца осталось. Короче, мука обдирная, ржаная. Потом пшеничная. Потом питьевая. Вода, в смысле, потом соль поваренная. И дрожжи хлебопекарственные. Сделан он сегодня. Срок годности 4 дня. До 9 декабря он может жить себе спокойно, включительно. Потом я его пущу на сухаре, если вдруг чё. Мягонький такой. Так. Это у меня телефон. Я кто не звонил? Никто не звонил. 18.43. Там заставка, фотка нашего япониста с его великом. Он там куда-то однажды ездил периодически. Короче, вот молоко, которое периодически берут, 2,5% жирности. Ну, если я никуда не еду, а мне надо молоко, и оно есть в наличии, то вот в магните рядом с домом я беру такое молоко. В принципе, оно мне нравится. Вот кефир. Я тут делала себе ещё этот... А, на части кефира мы ещё, Женька, делали печенье. И тут я как-то ещё на том же кефире, вот на той же части кефира делала себе йогуртик. Этот бананчик раздалбливала. Урбечельный новый фигачила. Всё это миксером взбивала. На купе уже этот, как он там... Рецепт висит. Вот хочу повторить. У меня как раз тут полтора банана есть. Почти полтора. Один банан и три четверти ещё. Я потому что начала на завтрак что-то есть банан, и как-то он мне не пошёл. Думаю, надо купить кефирчиком и сваять. И по ходу дела всё, да, вот всё. Сейчас обратно это всё сложу, чтобы на кухню нести было удобнее. А может, и не складывать всё равно, это как-то доставать. Короче, вот такой обзор. Всем спасибо, кто осилил. Спасибо за ваши пальцы вверх, ваши пальцы вниз, за ваше негодуе. К прошлому ролику, предпоследнему, который перед тортиком был. Я думала, что будет очень много негодуя, но некоторые даже извинились. А некоторые даже поддерживали словесно. Я ещё одно там... Ну, одно только животное что-то высказала такое своё, типа. Она нам должна. Короче, спасибо за вашу активность на моём канале. Пока!